Всем огромный привет! С возвращением на мой канал, постоянные мои зрительницы и новенькие. Сделаем для вас сегодня такой расклад, посмотрим ваши финансы, ваша сфера деятельности, работа. Такой лайтовый расклад. А прежде чем я начну, у меня настроение у царевны лебедь, настроение проповедовать. Дорогие мои, хочу вам сказать, что жизнь такая вообще непредсказуемая. Ты никогда не знаешь, когда ты сдохнешь. И что с тобой завтра в принципе произойдет, а сегодня? Человек может вот просто идти, все у него хорошо в жизни. Тут раз тромб оборвался, все, нету человека. Все. Еще хочу сказать, что учитывая, если вы все-таки, вы меня смотрите, те девушки, которые вырвались из тяжелых отношений. Оглянитесь, да, какую работу вы проделали, вы это сделали, вы молодцы. Похвалите себя за это, что вы такой шаг для себя огромный проделали, такую работу проделали. Это же тоже ваш какой-то рост. И уже хотя бы и по этой причине вы имеете право жить лучше, вы имеете право жить счастливо. Ну, в принципе, любой человек, мы рождены, чтобы быть счастливыми на этой земле. На этой вообще безумной, грешной земле. Ада нету. Потому что весь ад находится на земле. Земля — это чистилище. На земле столько всяких страданий, боли, слез, потерь. Мы сюда приходим, чтобы очиститься. На земле весь ад находится. И если вы все-таки вырвались из этого, да, похвалите себя. Так, и что я хотела сказать. Любой человек рожден, чтобы быть счастливым. Независимо там, какие у вас на данный момент обстоятельства. Все равно вы должны себя как-то вести, жить счастливо. Не впадать в жертву. И похвалите себя, что вы из этого вырвались. Потому что многие женщины не могут вырваться. Годами живут в таких тяжелых отношениях. Ну, может быть, ими не нужно вырываться. У них такая программа. Они, как говорится, нашли друг друга. Не всем же нужно разводиться. Не для всех это подходит. Но я обращаюсь именно к тем, кто действительно вырвался из этих отношений. И продолжайте мечтать о хорошем, думайте о хорошем. Как-то я была сказала на своем видео тоже, что все равно нужно продолжать мечтать, какую свою жизнь ты себя представляешь. Как ты себя видишь через пять лет. Чего ты хочешь в жизни. Что очень важно не останавливаться мечтать, даже если вот прям сейчас вам кажется, что ничего не меняется. Событие происходит постепенно. Потому что если все резко у вас наладится, представьте, но ваша энергетика этого не выдержит. Вас просто порвет. Вы или заболеете, у вас стресс произойдет. Или еще какие-то проблемы у вас пойдут. Или вы это, как говорится, вот счастье. Как пришло, так и ушло. Не зря же говорят, да, вот есть такие слова. Как пришло, так и ушло. Когда что-то большое, хорошее на нас сваливается, мы к этому не готовы. Оно также легко и уходит. Потому что мы не готовы. Энергетика наша не выдерживает вот этого счастья. Мы вроде бы и хотим, чтобы вот наша жизнь изменилась. Но когда происходит это резко, неожиданно, счастье привалило, вас может порвать. Поэтому жизнь очень мудрая. Вселенная мудрая. Чтобы вас защитить, чтобы вас не порвало. Чтобы вы не заболели, в стресс не упали. Кстати, вот почему звезды, которые резко пошли, резко популярными стали. Они впадают там в наркоманию, алкоголизм. Потому что они к этому не были готовы. На них вот резко обрушилась вот эта слава. Они были не готовы. А те, которые постепенно там, допустим, певцы, ну звезды те же, постепенно как-то там, да, потихоньку их узнают. Как-то более-менее с ними все спокойно. Поэтому, если вам кажется, что ничего хорошего не происходит, просто это произойдет незаметно, чтобы вас не порвало. Чтобы вы постепенно вот наращивали свою энергию, уверенность свою. Наращивали, да, вот какой-то как панцирь. Что да, я это достойно. Чтобы вы на это происходящее, хорошее могли спокойно смотреть. Чтобы вас там от радости не порвало. Это же тоже огромный стресс. Когда хорошее, огромное что-то приходит. Так вот, я говорила, что очень важно не переставать мечтать. И как-то мне одна женщина написала, что да, это все бред. Я вот мечтаю, мечтаю. А как жила, вот тяжело. Хозяйство там, все прочее. И ничего, с годами ничего не меняется. И знаете, да, я забыла уточнить, что просто мечтать, конечно, но так оно не работает. Просто мечтать. Надо, конечно, потихоньку и в себе менять что-то. Не в себе, а свое поведение потихоньку менять. Вести себя потихоньку так, как будто бы уже с вами вот это хорошее произошло. Да, это касается внешнего вида. Это касается поведения. Что-то в себе уже менять. Да, вот вы заявляете миру, что я к этому уже готова. Это касается, например, ну вот из моего случая. Вот, например, еда, да, в супермаркете. Я долгое время проходила мимо, вот лежит лосось вакуумированный, вот такие кусочки. Красная рыба, я очень хотела этой рыбы, я никогда ее не ела, я не пробовала. Я вообще люблю рыбу всякую. И вот эта рыба лежит вакуумированная. И все же так ее едят, вот, да, особенно посмотришь видео. Такая же она аппетитная. И, господи, я так ее хотела. Но я себе ее не позволяла. Да она дорогая, дорогая. Я всегда вот проходила мимо нее, посмотрю на нее. Ну, вздохну, ну, максимум, что я там возьму селедку, ну, в лучшем случае скумбрию какую-то. Потом я как-то подумала, я посмотрела цену, думаю, ну, а в принципе, не такая она уже и дорогая. Ну, если разобраться, эту же сумму денег я на еду трачу каждый день. Просто я покупаю другие продукты подешевле, и чтобы вышло побольше. Да, там, колбаса, майонез. И я подумала, а если я вот возьму один раз вот кусочек этой рыбки и все. Ну, я думаю, что с голоду никто не умрет. И для меня это мне так тяжело было, вот я вам клянусь. Просто вот поменять вот этот свой стиль мышления, вот элементарно. А что касается еды, вот есть умение, и причем мы же тратим, мы же на еду тратим каждый день какую-то сумму денег. Правильно? Но переключить свое внимание с других продуктов на что-то подороже, это, ну, вот, например, мне это так тяжело было. Это буквально вот два-три года назад. Каких три? Два года назад это было. Я, мне казалось, что там какой-то лосось. Вы шо, о чем вы? Откуда у бомжа печенье? А потом я вот подумала, Ира, ну, ты же тратишь эту самую, ту же самую сумму тратишь каждый день. Ну, просто, ну, вот возьми этот раз, не покупай эти продукты, которые ты покупаешь, и чтоб побольше было, да, чтоб наилыся. А возьми вот эту рыбку, да, меньше будет. Ну, мне ничего страшного, золоту никто не умрет. Хотя бы вот один день, да. И мне это так тяжело было. Вот прям какое-то у меня чувство вины, типа лосося захотела. И начинается вот эта херня всякая. А тебе шо, вот скумбрии не хватает? Тебе шо, скумбрии мало? Ну, то же самое же. Та же самое. Ну, да, морская рыба, морская рыба. Ну, шо тебе лосося ей надо, да? Вот начинаются вот эти вот мысли глупые. И когда я купила, вот, значит, все-таки решилась купить эту рыбу, я пришла домой. И дети такие тоже сразу, вот это шо и все. И они такие, ну, что, больше ты ничего не купила? Да, говорю, вот рыбу взяла. И они тоже, так она же дорогая. Я говорю, ну, дорогая, ну, мы тратим такую же сумму на колбасу, там, на майонез, яйца, ну, и так далее. И даже дети, да, вот стали мне говорить, а, ее мало, и она дорогая, там, мы не наедимся. Ну, тоже вот эта вот херня всякая. И я им говорю, ничего, дети, зато это вкусно. Не обязательно же, да, вот нажираться. Смысл еды, ну, если ты, конечно, там не работаешь где-то на поле, тебе нужна, конечно, сила. Или там на заводе ты работаешь, тебе сила нужна, энергетика. Там, конечно, не до изысков, я думаю. А главное, чтобы ты плотно поела. Ну, если ты, допустим, себе живешь, ты на заводе, на поле не работаешь. Тебе не нужно вот этих энергозатрат огромных. Говорю, что я думаю, что, ну, мы не умрем, это раз. Во-вторых, ну, да, этого мало, там, по бутербродику. Но зато мы получим удовольствие. Это же главное. От еды нужно получать удовольствие, наслаждаться. А не вот наелся от пуза, и лежишь, и перевариваешь, как удав. И для меня это такое было, знаете, вот у меня много мыслей было таких. Ну, я уже сказала, у детей, вот прям, мне тяжело было это сделать. Также, что касается, вот, допустим, тоже, это было буквально три года назад. Я тоже вот сидела, мечтала, что я встречу мужчину, который будет меня обеспечивать, будет нас на море возить, покупать мне украшения, кольца и тому подобное. И как-то потом тоже я подумала, так, стоп, Ира. Ну, во-первых, я поняла, что отношения мне как таковые не нужны, а я хочу, чтобы этот самый какой-то мифический мужчина просто вытянул меня из какого-то безденежья, да, одаривал меня подарками. Но это же тоже неправильно. Я подумала, и вот я разобралась в этом, что оказывается, я жду мужчину не ради отношений, а якобы вот он будет нас возить куда-то, купит нам квартиру, дом купит, мы вот заживем. Это вот тоже очень важно разобраться, понять, для чего мне нужны отношения. Я мужчину жду для чего? Вот я, когда я поняла, что, по сути, мне мужчина должен, нужен для чего-то, я поняла, стоп, Ира. Ну, а если этого мужчину ты не встретишь? Вот ты себе ничего не покупаешь, да, хотя у тебя же есть возможность там тоже украшения купить. У тебя же есть возможность, но ты эти деньги на детей тратишь, к примеру. Вот если ты этого мужчину не встретишь, вот ты сидишь, да, в ожидании, и что, вот так твоя жизнь не пройдет в ожидании, а ты сама этого себе не позволяешь? Ну, это же тоже неправильно. Если ты хочешь чего-то, ну, возьми сама себе это и купи. Зачем ты для этого ждешь, что придет как некий мужчина, и тебе это все даст? Ну, тоже какое-то такое ненормальное, да? Ну, если ты хочешь, ну, возьми сама себе это и купи. Ну, начни с маленького. И я вот так подумала, стала вот себе там одно колечко купила, оно дешевое, дешевое какое-то, тоненькое, но тем не менее для меня это был прорыв, что я сама себе стала покупать украшения, а я рассчитывала, что это мужчина мне будет покупать. Потом я стала уже как вот думать, что я стала детям говорить, что дети, вы знаете, вот я в этом году, вот, например, этим летом, я не буду вам ничего покупать нового. Ну, я честно, я не хочу, я не хочу, я хочу что-то себе купить. Поэтому это лето вы еще походите, в чем вы ходите, ну, нормальные же вещи, нормальные. Я думаю, ничего страшного с вами не произойдет. Я вот так сказала, я сказала вот честно, я не хочу вам ничего покупать, я хочу что-то себе купить. Я вот себе там одну какую-то вещь купила, которую я давно тоже мечтала, но это же денег нету, ну, короче, вот это вот все. И вот с этого начинать, вот с этого, с маленького, да, вот и не купить палку этой колбасы за 250 гривен, а кусочек рыбки за 250 гривен. Да, ее мало, ну, каждому получится по бутерброду. Ну и что? Ну, это уже огромный прорыв в мышлении, что я уже могу позволить себе что-то лучшее. Вот так по чуть-чуть надо тоже менять свое поведение, приучать свою психику, а не просто вот сидеть на пустом месте, вот я достойна лучшего, я достойна лучшего, медитировать, сидеть, значит, вот эти аффирмации говорить, не, ну и так нужно тоже себя, это нужно тоже делать, проговаривать это все, но нужно это в комплексе, да, и чтобы действия были. Мозг воспринимает действия. Да, вот ты что-то для себя сделала, ты порадовалась, мозг это учел, о, она счастливая, значит, надо привлекать, можно что-то лучшее, для ней, она, ну, готова это принимать, жизнь это видит, да, о, она не просто сидит, говорит, что я хочу лучшего, я достойна лучшего, а она себе уже что-то позволяет, о, уже видно, что она готова, да, и уже начинает приходить что-то большее, большее, постепенно. Это вот то, что из моего опыта, и я это тоже услышала, я проходила, буквально это было два года назад, мастер-класса у нашего украинского психолога, Натальи Холоденко, вот, и там вот были такие вот рекомендации, как побороть свои страхи, да, и как вот сделать вот этот прорыв, прорыв, как бы, в лучшую жизнь, скажем так, что нужно что-то потихоньку делать, самому это делать, не ждать, что это вот тебе жизнь это даст, ты вот сидишь вот, в позе лотоса, медитируешь, медитируешь, мечтаешь перед сном, нет, а нужно что-то потихоньку делать, ну, для меня это тоже была дикость, всего лишь два года назад, я не, ну, я думала, ну, как, каким образом это может сработать, ну, каким образом, и, я к этому отнеслась, вот, как к эксперименту, я подумала, ну, в конце концов, ну, а что с меня убудет, что я потеряю, ну, возьму, вот попробую, какое-то время, там, да, полгода, год, буду себя вот так вести, искусственно создавать вот это счастье, вести себя искусственно, хотя на душе я в это не верила, у меня было недоверие, ну, я думала, ну, как это может изменить, ну, то есть, у меня было вот какое-то сопротивление, но я вот отнеслась к этому, как к эксперименту, как к игре, и я искусственно создавала вот состояние счастья, я каждый день красилась, наряжалась, каждый день там украшения какие-то надевала, то есть, я вела себя так, как будто бы я уже в изобилие, как будто бы у меня в жизни все хорошо, что мне не нужно там о чем-то думать, да, что у меня нету никаких проблем таких вот прям тяжелых, я включала музыку, пела, танцевала, то есть, я искусственно создавала у себя вот это настроение, что у меня в жизни все классно, у меня все есть, вот так вот, и тогда мозг считывает наше настроение, ну, это вот какая-то магия происходит, когда ты себе, даже если ты искусственно это все создаешь, да, это даже пусть это наигранно, но все равно вот что-то происходит, жизнь это считывает, что ты действительно показываешь, что я хочу, я хочу кайфовать ее по жизни, я хочу, чтобы у меня все классно было, я хочу, блин, есть эту еду, дорогую, вкусную, я хочу носить эту одежду, я хочу носить эти украшения, и ты потихоньку себе это разрешаешь, и жизнь это считывает, и дает тебе, а не просто ты сидишь, мечтаешь. Далеко не брать, вот у нас сейчас военные действия, буквально вот от нас, 10 километров от нас идут военные, боевые действия, там по ночам бомбят, это очень слышно, 10 километров от нас, тут у нас как раз идет связка, там мосты находятся, потому что речка, мосты находятся, и как раз железная дорога, там и склады, и вот бомбежка идет, это очень страшно, и вот каждый день мне тоже, вот прямо сейчас, мне приходится тоже преодолевать какие-то страхи, да, вот я ночью проснулась от вот этой бомбежки, я помолилась, и дальше ложусь спать, как с нами, что там с нами дальше будет, даже вот сейчас, я понимаю, что мы можем в любой момент сдохнуть, у нас непосредственно, у нас над нами опасности, нашей жизни сейчас угрожает опасность, вот прямо сейчас, и тем более, тем более я должна сейчас вот на полную, как говорится, позволять себе, что я хочу, потому что я могу вот сейчас, может, что-то к нам тут прилететь, все, и сдохла, и мне вот, и да, я снимаю видео, говорят, ой, война на дворе, она там что-то вот красуется, так вот именно, война на дворе, почему я должна сидеть, вот что, мне черный платок надеть, или что, я может сейчас сдохну, так я должна хотя бы красиво в этот момент, в момент смерти моей выглядеть, хотя бы, правильно? Правильно. А у каждого из нас какие-то проблемы, даже человек, вот вы меня смотрите, вы, возможно, сейчас живете в другой стране, у вас нету этой бомбежки, но у вас другие какие-то проблемы, у каждого человека на данный момент, прямо сейчас, какие-то свои проблемы, по здоровью, с деньгами, в личной жизни, с детьми, каждый переживает какие-то свои проблемы, даже, казалось бы, благополучная семья, но у них тоже какие-то трудности, но все равно нужно создавать вот искусственно, искусственно, что все хорошо, дома у себя там поплакала, допустим, если ты не выдерживаешь, да, хочется тебе поплакать, поплакала, но в мир ты выходишь, как будто бы у тебя все хорошо, это твое выступление публичное, как мы себя ведем в социуме, это наше публичное выступление, вот это мое, как я себя преподношу в социуме, это мое публичное выступление, люди, которые меня видят на улице, это вот моя публика, они, да, у них складывается обо мне какое-то впечатление, мне это нравится, у меня больше, знаете, у меня, конечно, вот сейчас много тоже, вот война идет, много проблем, интернета нету, я клиентов потеряла, и люди не могут со мной связаться, война, да, то есть, у меня есть основания, что я могла бы сейчас тоже в депрессию упасть, но я в периодически, вот сейчас, у меня такая вот апатия возникает, но я просто себя беру в руки, так, Ира накрасилась, волосы покрасила, надела свое платье, лучшее и пошла в мир. И что? Я забыла, что я хотела сказать. Ну вот реально, вот эта ситуация, она настолько вот гнобит, у меня прям как такое состояние сейчас, такое, потому что постоянно над тобой опасность, по городу вот эти машины ездят, вот эти люди с ружьями ходят, это же опасно, с тобой, рядом возле тебя проходит человек с ружьем, ты в этот момент стресс испытываешь, у меня такой жуткий страх появляется, потому что я не знаю, что у него на уме в этот момент, а может он сейчас возьмет меня, выстрелит, а я иду с ребенком, или я одна иду, и мне так просто до жути, когда они проходят мимо, мне так страшно, я не знаю, откуда у меня этот страх, ну меня же никто никогда не стрелял, я не знаю, ну это скорее всего от предков моих, да, которые войну пережили, и вот эта ситуация, она конечно очень сильно гнобит, но все равно приходится себя вот заставлять, ну вот ты сейчас вот проснулась, да, все живы-здоровы, поэтому нужно жить дальше, жизнь твоя продолжается, и веди себя, как у тебя все хорошо, и люди конечно вот осуждают, война на дворе, она красуется, да, но я это уже сказала, так в том-то и дело, что я могу сдохнуть в любой момент, что я, как я, да, как я умру, вот это мое такое публичное выступление, как меня люди видят, да, вот вспомнила, для меня очень важно вот этот, да, когда меня люди осуждают, конечно, это неприятно, это неприятно, потому что, ну кажется, господи, ну я же наоборот мотивирую людей, да, говорю о хорошем, да, ну вот делай, как я, то есть мой посыл, а люди это переводят в негатив, а люди переводят это в негатив, но все равно для меня вот желание, желание выглядеть хорошо, желание, вот знаете, показывать, даже если это показное, да, ну все знают, что у нас война, но я все равно, да, вот по мне не скажешь, что у нас война, но у меня это желание превышает, даже мне, при том, что мне неприятно слышать это осуждение, но желание вот этого, вы знаете, выебываться, желание ощущать, что я лучшая, оно превышает, ну по крайней мере вот это, вот это мое такое личное желание, у меня всегда вот было такое, всегда при любых обстоятельствах выглядеть хорошо и лучше, ну конечно, так тоже не каждый может, девочки, так давайте, ваше финансовое, финансовое положение и сфера работы, так давайте, сейчас, на данный момент, что у вас по работе, что у вас сейчас по работе, я понимаю, что я достойна лучшего, но это вот как, это не то, это не то, не та работа, не та должность, но я вот временно, да, временно, я тут работаю временно, я знаю, что это не навсегда, что это и поменяется, ну вроде бы, я понимаю, что я достойна лучшего, но я все равно на этой работе продолжаю находиться, еще что, что, что это по работе у вас, переживайте из-за работы, да, вот где вы работаете, что, ну да, вам хочется лучшего, большего, королева жезла выходит, то есть, женщина, деловая, целеустремленная, активная, энергичная, знающая, специалист хороший, и, ну вот я не знаю, что это, у вас обстоятельства какие-то, почему вы там находитесь, ну вот, вот вы находитесь на этой работе, и вы как думаете, что, ну это временно, да, и по, я потерплю, мне тут ничего не нравится, допустим, должность, или что вы делаете, или люди окружающие, вот там, где вы оказались, мне это не нравится, но вы себя успокаиваете, ну что, я потерплю, это временно, это временно, а что это так, значит, деньги нужны, но вы там не получаете своего заработка, на то, на что рассчитывали, значит, вы там оказались, вот как будто бы, знаете, не по своей воле, что ли, вы вынуждены были, да, чтобы сохранить свой, вот какой-то статус, ну не статус, а удержаться на плаву, какой-то у вас, да, в жизни сейчас произошла ситуация, что вы вынуждены работать на этой работе, вынуждены, так я должна, возможно, возможно, кто-то у вас болеет, деньги нужны, на лечение, например, да, или какая-то вот у вас ситуация, что, эта ситуация требует денежных вложений, я должна работать, еще что по работе у вас, ну вот это сейчас показывают, застой какой-то, да, рассчитываете, рассчитываете, что лучшее что-то получится, еще что у вас сейчас по работе, возможно, где-то вы за границей, или, я не знаю, вот как там деятельность ваша, или вы без работы остались, но сейчас что, вынуждены подработать, ну как подрабатывать, чувствуете себя одинокой в этой ситуации, хотя и среди вас, ну вокруг вас и люди есть, ну как бы на самом деле вы не одиноки, так что по один-один, но в душе вы себя чувствуете одинокой, еще что у вас по работе, ну плачете, переживаете, как-то злитесь, не можете выхода найти, да, вот какая-то у вас сейчас, или вот прям вы работаете, и вас эта ситуация не устраивает, но вы не можете это изменить, так, или еще может быть вообще сейчас, что связано с вашей деятельностью, какая-то ситуация застоя, застоя, вы не можете тоже это поменять, или вы оказались без работы, и тоже вот как-то, ну вы не можете эту ситуацию изменить, то есть вот ушли, например, или вас уволили, а что дальше делать, а что дальше, плачете, переживаете, куда пойти, куда податься, или устроиться на другую, или уехать, карта мир тут, и переезд может быть, и расширение какое-то, думаете, да, или как-то устроиться на другую работу, или переехать в другую страну, или пойти учиться, то есть по миру это расширение, то есть расширяешь свои какие-то знания, возможности, такая ситуация, и что же, как это все, как вы из этого все, из всего этого выпутаетесь, ну сейчас, да, вы в жертве, но это от вас не зависит, это не ваша вина, то, что у вас сейчас такой застой, как будто, вот такой период у вас, нужно его пережить, да, ожидание такое, ожидание, когда же вот, я или устроюсь, да, что мне делать, или когда я зарплату получу, такое ожидание еще продлится, такой период, почему-то здесь мужчина вышел, какой-то он имеет влияние, непосредственно в этой ситуации, ну, то есть в любом случае, он вышел, тоже на вас эта ситуация, в личных отношениях, тоже имеет влияние сейчас, то есть усугубляет это все, да, я не буду уже раскрывать, а как же ваша эта ситуация решится, вот связана с вашей работой, деятельностью, так, по справедливости, что, ну, хотите улучшения, и что, по справедливости, но вы сейчас как мечетесь, да, не знаю, я не знаю, что мне выбрать, что мне делать, уходить, не уходить, там, устраиваться, ну, в смысле, с работы, увольняться, не увольняться, устраиваться на работу, или что мне делать, или пойти учиться, или переезжать, или не переезжать, вот такое состояние и что говорят что выйдешь из этого дома до шанс у тебя будет будет шанс выйти из этого каким образом вам страшно да вот сейчас этот период как борьба вам приходится вот бороться вот с этими обстоятельствами но все равно по лотосу будет все хорошо лилия еще то есть и слон то вообще супер то есть то что вы сейчас на этом перекрестке стоите ситуация разрешится все равно вашу сторону то есть тут и по лилиям по лотосу благодаря вашим каким-то вашему поведению что вы настойчиво себя ведете тогда то есть вы же хотите какой-то стабильности вы стремитесь к этому и что вроде бы и делаете и благодаря тому что высшие силы вам в этом помогут рот вам поможет карты просто супер а как как решится ваша вот эта ситуация с работой совет для вас давайте сначала как решится в тупике находитесь как она решится будет вам подарок от судьбы да ну я уже сказала благодаря людям безденежья прямо у вас сейчас какой-то но может быть и деньги есть но вы хотели бы большего но вы не получаете этого злитесь благодаря вашей предприимчивости значит вы выйдете победителем тут как-то и через людей кто-то вам или совет даст или кто-то вам поможет через людей вы выйдете а как вам поступать в ситуации давайте совет как вам поступать так тут про этого мужчину рассказывают появился под бесами жадный не может вас отпустить моё моя да не отпущу тебя как вам поступать в этой ситуации для вас совет хитро себя виде не показывай свои эмоции вообще что ты расстроена совет для вас да ну вот как мое было предисловие веди себя так что как будто бы у тебя все хорошо не соглашайся на меньшее ты знаешь чего ты хочешь да ну вот иди к этому так иллюзия что это за иллюзия то есть подойти как а не обманывать себя я не пойму это что за иллюзии не обманывать себя да вот ты знаешь ты хочешь лучшего вот иди к этому лучшему на меньше не соглашайся иди до открыто к миру иди к миру открыто новый путь у вас тут идет вообще это карта шута новый путь как из чистого листа и вообще это советы до тебя могут постели подстерегать опасности но все равно иди в новое иди в новое продолжай да вот не останавливайся на то на на каком-то этапе ну да вот сейчас такой период но все равно не опуская руки иди дальше тут почему то вот опять этот мужчина выходит я не пойму он как-то вот эта ситуация в личной жизни она на вас подействовала то есть это очень повлияло на вашу работу на вашу рабочую сферу деятельности что вы как из-за него ушли что ли вынуждены были да или вот от него помощи нету вы сами он приняли решение уехать на заработки например и вот все равно он тут проскакивает и все этот мужчина так давайте по финансам что у вас сейчас деньги нужны возможно на ребенка да хочу я стабильности хочу да вот чтоб все было я хочу этого ну опять да вот на выборе ибо и по деньгам да у вас как-то сейчас вот ударила по деньгам потери идут но все равно я хочу лучшего все равно вы к этому идете и что что вас ожидает по деньгам но шанс будет опять шут вышел да благодаря тому что вот сейчас вот эти трудности у вас до период трудности надо это просто пережить вы стоите на пороге нового чего-то до кого-то проиграется что уходить с той работы где вы сейчас работаете возвращаться если вы за границей потому что карта мира это прям заграничные поездки если вы за границей возвращаться домой да хоть вам это будет тяжело даваться с тяжелым сердцем потому что там вы там у вас были надежды за границу поехать да и хотя бы туда и не хотели бы ну вы вынуждены вы туда поехали у вас там были надежды вы эти надежды не оправдались и хотя бы вам вы и сами вроде бы думаете хотите уехать оттуда домой вернуться но как-то вам и них и тяжело да вам кажется а что я дома буду делать как я смогу дома заработать а сможете ли вы дома заработать если вы вернетесь домой например да кто за границей вот держитесь да что я должна за этот шанс держаться вот за границей да я оказалась тут нужно держаться до последнего раз раз я тут оказалась требоваться терпеть шо ж поробишь ну да вот прям карта вышла родные места возвращайтесь у вас там я не знаю почему и как но у вас там лучше будет а вы думаете что нет да будет плохо мысли тяжелые но у вас там ситуация лучше повернется если вы домой вернетесь давайте для тех кто без работы оказался да по тем или иным причинам уволились или вас уволили что вас ожидает совет для вас до конец конец какого-то этапа произошел на пороге нового новое начинайте прям вам нужно взять бразды правления обалдеть значит пройти какое-то обучение повышение квалификации переобучение и про мы заявлять себя в мир вот прям мужское поведение то есть но это не означает до что морду бить а мужское поведение это когда мы проявляем их социуме это чисто такое мужское да потому что женское проявление это чисто дом дети вот ее вот это вот ракушка да ее очаг это вот это женское проявление а мужское проявление это все что связано с миром социум я заявляю о себе да это вот по солнцу вообще да о себе заявляю и значит заявить о себе еще что обучение пройти может быть и как-то повысить свою квалификацию проконсультироваться кому-то с кем-то у кого-то вам надо получить консультацию например и так тот кто без работы остался так хватит вот сидеть переживать действую действуя что действую что делать совет структуру создать бизнес создать свой ну вот опять до помощи король джезда вышла вот прямо веди себя как мужчина не надейся на кого-то что как-то ну все решится сама сама эту ситуацию решай вот так структуру свою создать бизнес свой создать еще что значит вы в своем деле как профессионал да вы вот вы работали в какой там какой-то сфере вы на той должности достигли хороших результатов и больших высот скажем тогда у вас уже есть опыт вы можете других обучать вы можете открывать свой кабинет заявлять о себе вот как предприниматель мой супер карта императора это вот как раз открывать свой кабинет свое дело это тот кто остался без работы это я же говорю вот там как-то у вас произошло что по вине как будто бы какого-то мужчины но опять же это тоже все произошло не просто так не просто так а все равно так или иначе жизни вас выталкивай вытолкнула из той работы что давай иди дальше ты достойна уже чего-то большего до расширяйся кабинет свой открой чтобы ты не под кем-то работала когда когда ты начальник когда ты сама себе хозяйка вот так вот вы поняли да для тех кто за границей говорят возвращайся карты хорошие что дома в родных краях в родных краях может не там прямо где вы родились ну например вот если вы с украины до из украины и вы вынуждены вот уехать вы сейчас за границей возможно говорят что не возвращаться прямо их свой город откуда вы в свое село например но как минимум на территорию украины возвращайся ну может быть в другой город но все равно это своя страна родная родные края и там у вас лучше пойдет все равно вот карты показывают что там у вас как-то пойдет лучше а вы этого сейчас не видите но вы в это и не верите да вы убеждены что вы не можете а вот дома я там не заработал на украине я сейчас не смогу что я там смогу сейчас война там допустим так и тому подобное но говорят возвращайся все девочки вам всех благ всего хорошего я вас благодарю за просмотр вам всего хорошего благополучия здоровья аппетита хорошего это немаловажно когда есть аппетит хорошие там наши и жить хочется все вам всех благ благословляю